Привет! Mi Band 6, вы думали на этом все? Ага, с вами показали столько гаджетов, что разделили презентацию на две части. Первая шла около 4 часов, вторая почти 3 часа. И несмотря на то, что практически все эти устройства получились действительно интересными и классными, сами презентации были настолько нелогично построены, что журналистам теперь несколько дней их разбирать, что мы, собственно говоря, и делаем. И о чем же мы говорим сегодня? О втором дне презентации, где была показана и та самая жидкая линза, о которой ходили слухи, и новый процессор от самих Xiaomi, и, конечно, сгибаемый Mi Mix Fold с ПК-режимом, с относительно небольшим ценником, с лучшим звуком на рынке. И по большому счету именно Mix Fold должен стать тем самым первым в мире сгибаемым смартфоном, которым могут себе позволить, скажем так, работяги со скрипом, но все равно этот телефон дешевле, чем у конкурентов. Но опять же возникают вопросы, что там с Google-сервисами, будет ли продаваться телефон в России. Но давайте по порядку, в хронологии я обо всем расскажу. Ведь сам Лейдзюнь начал презентацию с другого. Наиважнейшим анонсом стали изменения в Айдентике. По-русски, ваша любимая компания изменила эмблему. А что изменилось? Появились инновационные округлости по краям логотипа. Чтобы получить настолько четкий и потрясающий результат, к работе над изменением эмблемы привлекли моднейшего дизайнера Кения Хата. Или как-то по-другому читается, я не знаю. В отдельном ролике дизайнер рассказывает, как он пришел к такому инновационному решению. Было разработано множество вариантов, но он выбрал только один. Напоминает работу и у одного известного российского дизайнера, но чуть-чуть не дотягивает. Логотип компании, естественно, меняет и на здании штаб-квартира. А еще показали нам бронированную сумку, в которой можно переносить цветы и стирать ее в стиральной машинке. Окей, про самое важное рассказал, а теперь звезда этого вечера Mi Mix Fold. Но перед этим небольшая реклама и продолжим. А теперь пару слов о картах. Если вы по какой-то причине до сих пор не взяли нашу карту от Тинков Банка, то вот вам альтернативный вариант. Это новая карта в стиле киберпанк, причем сразу в трех дизайнах, Карл. Такой же дизайн будет отображаться в кошельке Apple или Google Pay. Но дизайн это еще не все преимущества. Загибаем пальцы. Первое. Кэшбэк рублями 20% за покупки игр в популярных магазинах Steam, PlayStation Store, Xbox и так далее. Второе. 15% кэшбэка за покупки в Яндекс.Еде и Delivery Club. Ну и третье. 10% за покупки в App Store, Google Play, YouTube и Spotify. Не забываем, что это велкам бонус. Потратили и дальше тариф будет по стандарту Тинков Блэк. Ну и в остальном эта карта представляет из себя привычный Тинков Блэк. 3,5% годовых на сумму остатка до 300 тысяч. Кэшбэк 1% на все покупки. До 15% на выбранные категории и до 30% у партнеров. Также бесплатное снятие на личных банкоматах и переводы на карту по номеру телефона без комиссии на секундочку. И если вы до сих пор в раздумьях, учтите, что количество карт ограничено, поэтому в долгий ящик не откладывайте. Ссылка на оформление карты будет в описании. Что ж такое Mi Mix Fold? Если вкратце, это копия Galaxy Fold, но с блоком камеры от Mi 10 Ultra. Опять же, почему сюда не воткнули камеры от Mi 11 или Mi 11 Ultra, вообще не ясно. До китайских дизайнеров нам далеко. Тем не менее, Mi X Fold получился не просто интересным. На мой взгляд, он составит конкуренцию и Z Fold 2 от Samsung, и Mate X 2 от Huawei, и на это есть причина. Первая причина – это самый большой дисплей в индустрии. Среди, соответственно, сгибаемых смартфонов, естественно, в разложенном виде размер дисплея Mi X Fold составляет 8,01 дюйма. У Z Fold 2 это 7,6 дюйма, а вот у Mate X 2 это 8,0 дюйма. То есть то же самое. Кроме того, дисплей у Mi X не получил никаких вырезов и отверстий. Опять же, как и телефон от Huawei. Есть поддержка Dolby Vision HDR10+, смотреть кино, играть – красота. Даже Лэй Цзюнь признался, что обычно не играет в мобильные игры, потому что дисплей маловат. А вот тут другое дело. Кроме того, телефон отлично подходит для работы с таблицами и графиками. А отслеживать курс Бетховена – вообще одно удовольствие. И вот сколько уже прошло минута, две, три, сколько я уже рассказываю, скучноват, согласитесь. Потому что все это абсолютно мы уже видели и у Samsung, и Huawei. Но, к счастью, местами Xiaomi умеют удивлять и дальше будет интереснее. И вот первое, что показалось вот таким интересным – нормальный двухоконный режим, который позволяет без труда обмениваться файлами. Навыделяли фотографии, перекинули, выделили текст, вставили. Очень надеюсь и верю, что в жизни это будет так же работать, как показано на презентации. Потому что двухоконный режим на Android – это всегда боль. Перетаскивать файлы с одного приложения в другой практически невозможно. Если Xiaomi решили эту проблему, то вот поклонюсь, поклонюсь. Дальше. Перед тем, как выпустить Mix Fold, Xiaomi проверяли дисплей. Проверяли долго и упорно. И, соответственно, дорабатывали. Сейчас телефон способен выдержать до 1 миллиона сгибаний. И все будет работать, как в первый день. Это не мои слова. Компания так сказала. Но будем надеяться, что это так. Сам дисплей имеет разрешение 1860 на 2480 пикселей. Соотношение сторон 4 к 3. И для Snyder Cut, если что, это самое оно. При этом частота обновления составляет 120 Гц, ура. Яркость 600 нит в стандарте и 900 в пике. А плотность пикселей 387. Матрица AMOLED. Ну, то есть пока что звучит более чем. Ну и как же без сравнения с Apple? Естественно, Mix Fold сравнили с iPad mini, который давно не обновляли. У планшета такой же по размерам экран. Но его нельзя сложить. И рамки огромные. Но опять же, для красного словца. Хорошо, что сравнили с iPad mini. Стебанули Apple. Это нужно в сети обсудили. Но вот если по честноку-то хочется новый миник безрамочный с собой таскать, а? Мне вот тоже хочется. Ну окей, про основной дисплей есть. Поговорим теперь про внешний. Которым вы, если купите такое устройство, будете пользоваться в разы чаще. Ведь Mix Fold это в первую очередь телефон, а не планшет. Это тоже AMOLED-экран, но уже на 90 Гц. С разрешением 840 на 2520 пикселей. Соотношение 27 к 9. А размер 6,52 дюйма. Телефон куда толще и выше, чем iPhone 12. Это на презентации сравнили. А не мое желание сравним. Но при этом он уже, слишком узкий, вытянутый экран, причем с огромными рамками. На мой взгляд, здесь Xiaomi не совсем удачно скопировали Samsung. Надо было смотреть как раз в сторону Huawei, где второй дисплей имеет нормальное соотношение сторон и размера. Более того, они еще и вырез в нем умудрились сделать. Я, конечно, понимаю, что это мало как мешает жизни, но рамки у телефона просто гигантские. Че там, камера что ли не поместилась бы? Не верю. Ладно, дальше что еще? Звук от Harman Kardon. Это самая яркая звуковая система на рынке смартфонов, говорят нам в Xiaomi. Проверим. Дальше смотрим. Крутейшая фича. По нажатию одной виртуальной кнопки вы отключаете все микрофоны и GPS. Надеюсь, такую возможность добавят и в другие устройства с выходом следующих версий MIUI. Но скажи, захотелось же, чтобы товарищ майор-то вот не докучал так часто. А еще тут есть PC-мод, когда Mi Mix буквально превращается в Windows-планшет. Можно и окна перетаскивать и работать, как с компом, даже с мышкой и клавиатурой. У меня, конечно же, опять есть вопросы к внешнему виду системы. Если MIUI действительно выглядит потрясно, то для режима ПК вам что, опять надо, чтобы Apple сначала сделали, а потом вы уже под себя скопировали? Ну и типа, как можно показывать на презентации устройства, где экран имеет плавные края и при этом туда же поместить иконку пуска, которая в этот край не вписывается и перекрывается им же? Это вообще законно? Где полиция дизайна, а? Но ладно, если к UI реально большие претензии, не могу все равно не похвалить за реализацию управления. То есть есть меню пуск, есть с правой стороны отдельное окно с быстрыми настройками, и, наконец, есть режим свободных окон с изменяемым размером, как Windows. Очень интересно понять, как там работает большинство Android-приложений, пока не верю, что все хорошо. Но проверить хочется. С охлаждением здесь тоже обещают все на высшем уровне, с учетом того, что внутри аккумулятор на 5020 мАч, есть быстрая зарядка на 67 Вт по кабелю, и процессор, естественно, Snapdragon 888, нужно эту печку как-то аккуратно тушить. Что сделали в компании? Они так все устроили внутри, что, скажем так, проветриваются вообще все запчасти и компоненты. Так что, по сути, это и игровой смартфон-планшет. Едем к камерам. Основная на 108 Мп, и вот такие примеры съемки на камеру. Ширик 13 Мп, 123 градуса, 30-кратный зум, гибридный. И теле-макрообъектив на 8 Мп. Но важно не это, а новая жидкая линза камеры, о которой ходили слухи. Она установлена как раз в телевике. И она позволяет использовать телеобъектив с расстоянием фокусировки в 3 см, 3-кратным оптическим зумом или 30-кратным гибридным. Опять же, сама компания мало чего про линзу рассказала, про то, как она делается, насколько долговечно. Не стухнет ли в ней жидкость, а там действительно используется жидкость вместо одной из линз внутри. И я понимаю это так. Mix, Fold и в целом линейка Mix экспериментальная. И функция вот с этой жидкой линзой тоже экспериментальная. Если вы берете экспериментальный телефон, то будьте добры затестить и доложить компании, как оно. И еще один слух, который подтвердился. Новый процессор от самих Xiaomi. Мы уже видели Search S1 в старинном Mi 5C. Отвратительный камень был, конечно. И в этот раз компания не стала повторять своих ошибок. А поэтому и слух подтвердился частично. Новый процессор есть, он называется Search S1. Но это лишь маленький чип для обработки изображений. Именно он будет отвечать за HDR и фотографии в целом. Нечто подобное мы видели в Pixel. Теперь посмотрим и в Xiaomi. Самое забавное, что такой же чип есть в процессоре Snapdragon от Qualcomm. И Xiaomi, по сути, ставит в телефон дополнительный дублирующий чип, но уже типа своего производства. Чтобы опять же потестировать. Ну и собственно все на этом. Ценник у нас остался. Версия на 12 и 256 гигабайт будет стоить 9999 юаней. Зал прямо порвало от такой стоимости. Причем в хорошем смысле. 10 тысяч юаней от почти 116 тысяч рублей или полторы тысячи баксов. По сравнению с устройствами от Huawei, Samsung это действительно по-божески и цена небольшая. Даже iPhone 12 Pro Max на 256 гигабайт в России стоит официально 120 тысяч рублей. А тут целый складной телефон за 116. Есть над чем подумать, какой смартфон себе купить. Здесь у тебя просто телефон, а тут сразу и телефон, и планшет. В продаже также будет версия и на 512 гигабайт памяти. Она будет стоить уже 11 тысяч юаней от 127 тысяч рублей. Но все равно дешевле, чем iPhone 12 Pro Max на 512 гигабайт. И, наконец, спецверсия в керамике. Также 512 встроенной памяти, а вот оперативной уже 16 гигабайт. Ну и корпус другой, соответственно, и комплект. За нее надо будет отвалить 13 тысяч юаней или ровно 150 тысяч рублей. Будут и всякие модные чехольчики под карбон, чехол-книжка, который позволит устанавливать телефон на ПАПА для просмотра фильмов. В общем, полный набор. И у меня сразу же два вопроса к телефону. Первый. Как работает шарнир? Умеет ли он так же плотно и жестко вставать в любое положение, как на Galaxy Z Fold 2? Потому что именно на Samsung при переходе с первого поколения на второе это было определяющим фактором. Там в этом плане все хорошо. Если здесь такого нет, ну вот это уже будет провальненько. И второй вопрос. Как Xiaomi в телефон за полторы тысячи долларов, я понимаю, что он стоит дешевле, чем аналогичные смартфоны конкурентов, не установили беспроводную зарядку? 116 тысяч рублей. Нет беспроводной зарядки. Я давненько уже не заряжал телефоны с кабелем. Я домой прихожу, у меня и в машине беспроводная, и у тумбочки поставил бед не знаешь. Здесь что, придется вот страдать и кабель втыкать? Ну не дело. Но даже несмотря на этот косяк, получилось все равно отлично. И, конечно, очень хочется пощупать вживую. И мы пощупаем, и, естественно, расскажем об этом смартфоне. Ну а вы не пропускайте видео, поддерживайте нас лайком, подписывайтесь, хотя бы изредка пишите комментарии, потому что приятные комментарии. Приятно читать. И мы читаем все, что вы пишете. Поэтому вы прямо сейчас можете не полениться, что-нибудь начеркать. А в будущем нас ждет еще несколько роликов о Xiaomi, потому что действительно много интересного. Так что далеко не отходите. Не прощаемся. И такая история.